Добрый вечер, дорогие друзья! Неожиданно совершенно мне выпала честь открыть сегодняшний вечер, хотя вести его будет совсем другой человек. Но так как я завеститель директора по научно-методической работе, а сегодняшнее мероприятие у нас это методический отчет, творческий отчет о работе прекрасного преподавателя нашего колледжа, поэтому эта честь выпала мне. Я представляю вам сегодня творческий вечер Татьяны Викторовны Мурадовой. Ваши аплодисменты! Считается, что дети не помнят, чему вы их учили, маленькие дети, зато они очень хорошо помнят, кто вы есть, как вы выглядели, что вы за личность, что вы из себя представляли. И мне кажется, в этом отношении всем ученикам Татьяны Викторовны очень повезло, потому что начиная с ее бесконечной всегда приветливости, улыбчивости, начиная с того, как она прекрасно выглядит, заканчивая постоянной доброжелательностью и высоким профессионализмом, дети всегда окружены неким ореолом заботы, тепла и любви к музыке. И действительно, получается, что мы хотим видеть, чтобы ребенок был в погоне за знаниями, а не чтобы знания преследовали детей. И мне кажется, вот эта атмосфера естественного познания своего предмета, своего дела главенствует в классе Татьяны Викторовны Муратовой. Татьяна Викторовна – выпускница нашего музыкального училища. И она училась здесь в классе заслуженного работника культуры Светланы Дмитриевны Разореновой. Светлана Дмитриевна сегодня готовит нам сюрприз, и я хочу, чтобы вы поприветствовали ее аплодисментами и презирали. После музыкального училища Татьяна Викторовна училась в Харьковском институте искусства имени Котлерьевского. И уже более чем 25 лет Татьяна Викторовна работает здесь на фортепиано-отделении. Во-первых, она преподаватель по специальности, то есть учит детей искусству фортепиано-игры, начиная с самого первого класса, заканчивая выпуском из училища, из музыкального колледжа. Во-вторых, Татьяна Викторовна прекрасный концертмейстер. И, конечно же, она выступает сама и как солист, и как участник ансамбля, сопровождает музыкантов, студентов в их выступлениях на конкурсах в качестве концертмейстера и готовит солистов для выступлений. Дело в том, что Татьяна Викторовна постоянный участник и методических мероприятий, и каких-то концертных выступлений ее ученики – это тот актив колледжа, которым можно только гордиться. И это очень надежный член команды, это действительно профессионал с большой буквы. За последние пять лет ученики и Татьяна Викторовна поступили в высшие музыкальные учебные заведения России. И это, надо сказать, что это все выпускники ее класса. Так, например, Даша Долгополова поступила в Академию Маймонита, Федотова учится в Московском институте культуры, Мосягина и Гольцова учатся в МПГУ Москвы, в Тульский пединститут поступила Лебедева. Также учащиеся школы, конечно, большой процент их поступает в музыкальное училище и продолжает здесь учиться. И мы надеемся, что будут они и дальше в свое время, в свои силы отдавать музыкальному искусству. Надо сказать, что, конечно, показателем деятельности преподавателя является участие и его, и его студентов в конкурсах. Так вот, нужно сказать, что это огромнейший список. И студенты ее становятся лауреатами областных, всероссийских и международных конкурсов. Также и сама Татьяна Викторовна, об этом я хочу сказать, стала лауреатом 5-го международного молодежного фестиваля камерных ансамблей фортепианных дуэтов имени Гнесиных в Новомосковске и лауреатом 1-й степени международного конкурса КВП России в Туле. Конечно же, ее учащиеся, постоянно участники концертов выездных и участники концертов в колледже. Татьяна Викторовна является классным руководителем на отделении фортепиано и всегда очень на нее тоже можно всегда положиться. Это очень надежный, классный руководитель, близкий и детям, и всегда вовремя выполняющий все административные установки. Также Татьяна Викторовна имеет почетные грамоты Министерства культуры Тульской области, награждена благодарными письмами учебно-методического центра и благодарственным письмом президента фонда поддержки и развития детского творчества планеты талантов и грамотой областной организации Российского профсоюза работников культуры. И надо вам сказать, что с этого года Татьяна Викторовна является председателем профсоюза нашего учебного заведения. И мы желаем, конечно же, больших успехов и в общественной деятельности, и, конечно, в искусстве, и в педагогике. Необходимо сказать, что Татьяна Викторовна принадлежит музыкальной династии, что она музыкант не в первом поколении. И это, наверное, большой показатель веры в свою профессию, то, что оба ребенка Татьяны Викторовны также являются замечательным музыкантом. А сегодня это все услышим и увидим. Уча других, мы учимся сами. Педагог не тот, кто учит, такого народу на свете полно. Педагог тот, кто чувствует, как ученик учится, у которого в голове светло потому, что он учитель, и темно потому, что он ученик. Только понимая, чувствуя эту темноту, можно пробиться через нее и вывести ребенка к свету, осветлить его ум, просветить его. Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученику. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он совершенный учитель. Вот некоторые высказания знаменитых философов и писателей, которые передают тонкую связь между учителем и учеником. Наш сегодняшний концерт называется «Учитель-ученик». Это не случайно. Ведь, во-первых, сегодня на сцене будут выступать фактически все учащиеся классы специального фортепиано преподавателей Татьяны Викторовны Муратовой. А во-вторых, как существует тонкая связь между учителем и учеником, также существует тонкая связь между композитором и исполнителем. И сегодня, исполняя музыку композиторов, выбранных программой нашего мероприятия, каждый ученик черпает для себя то многое, что открывает двери к познанию музыки как искусства. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 КОНЕЦ